Итак, дорогие друзья, мы продолжаем смотреть за противостояниями в рамках турнира ESL ван Гамбург, конечно же, группа B и противостояние B-102 между командами Ninjas and Pijams против команды Complexity Gaming, тот самый Eternal Envy, о котором мы еще говорили на прошлой карте буквально. Ну и посмотрим, как же он на пятерке, потому что я еще матчи с обновленным составом команды Complexity не комментировал, тем не менее, примерно представляю, как же они все-таки играют. Ну, стоит, наверное, сказать, что все же в группе B они занимаются предпоследнее место, это значит, что если они сейчас не выиграют команду Ninjas and Pijams со счетом 2-0, то они просто-напросто не попадут на мейн-ивент, а очень уж хотелось бы, чтобы эти парни попали. С другой стороны, команда Ninjas and Pijams, команда PPD, здесь же играет Ace, бывший игрок команды Imperial 33, который поиграл в огромном количестве Тир-2 коллективов, где я за ним пристально следил, те же самые Kaipi и многие-многие другие. Ну и, безусловно, Fata, Saks, и я уверен, что этих парней вы прекрасно знаете. Итак, пики и бана уже на ваших экранах. Так, собственно, что здесь еще можно сказать? Матч важный, матч очень значимый, и, безусловно, будем болеть, будем смотреть за этим матчем. Безусловно, опять же, вы будете болеть за свою любимую команду, кто его знает, за кого вы болеете. Может быть, вы очень любите уж такого игрока, как Saks или, я не знаю, какой-нибудь Skimberlue. Он играет под никнеймом Skim. Ну вот, у комплексти гейминг действительно не особо все получалось на этом турнире. Я об этом уже говорил. Напомню, что они проиграли Virtus.pro со счетом 2-0. Проиграли команде Aster со счетом 2-0. Но это все фавориты группы. Aster это вообще команда, которая не проиграла пока ни одного своего противостояния, ни одной карты вообще не отдали оппоненту в групповой стадии. И со счетом 1-1 сыграли с командой под названием Forward Gaming со стаком Resolution, ровно так же, как с коллективом Evos. Ну и что можно сказать про команду Ninjas and Pijams? У них результаты ровно такие же, только лишь за исключением того, что команду Evos они выиграли. Со счетом 2-0, вместо того, чтобы получить всего лишь одно очко за данное противостояние. Ну, собственно, друзья, ждем. Как минимум одна карта нужна команде NIP. И поэтому заруба будет очень и очень жесткой. Все же обеим командам очень хочется попасть на мейн-эвент. Ну, а я вам напомню, что, конечно же, Аркварден появляется у нас на этом турнире все чаще и чаще. С Аркварденом играют NIP. С Аркварденом также буквально вчера еще отыгрывали Alliance. Ну, вот у Alliance он имеет 50% винрейт, в то время как у Ninjas and Pijams все же появляется пореже. Тем не менее, может и получше винрейт будет иметь. Кто на нем будет играть, пока неизвестно. Ну, посмотрим. Посмотрим, к чему это все приведет, потому что, ну, очень и очень интересные пики. Собственно, пик команды NIP пока очень неплохо смотрится в мидгейме. Не буду говорить про early game, потому что знаю, что Аркварден это очень слабый герой в early game. Ровно так же, как и какой-нибудь там Саленсер мог бы там быть посильнее, чем Лич. Но, тем не менее, в early game вообще непонятно, что будет происходить. Линни не то, чтобы суперсильные у команды Ninjas and Pijams. С одной стороны, с другой стороны, имеется очень сильный персонаж для стадии ленинга. Это Огр, имеется очень сильный герой на мид. Я предполагаю, это Лина. Ну, и Саленсер вместе с Аркварденом, это персонажи, которые, в принципе, тоже будут приносить пользу по этой игре в целом. Ну, и на линии, опять же, Саленсер тоже смотрится довольно-таки неплохо. Комплексный забирает все спик Тру. Кунка, я так понимаю, будет четвертой позиции. Или же это Кунка на мид? Или Кунка все-таки на мид для лимпа? Вообще, мне больше нравится Кунка на мид в этой ситуации. Очень лейтовый выходит пик у команды Комплексный. Хотя, с одной стороны, с другой стороны, нинджас и пиджамс тоже прям вот сразу не начнут доминировать. Сразу же не разгонишь своего Арквардена. Там довольно-таки долго придется фармить мидас. После мидаса тоже, ну, не сразу появится какой-нибудь хекс и другие полезные артефакты. Но со спидпушем сразу можно сказать, что у команды нинджас и пиджамс все в этой игре будет намного лучше, чем у их оппонентов. Так что, ну, надо как-то приноровиться к коллективу Комплексу и пытаться что-то по этому поводу придумывать. Последний пик для нинджас и пиджамс. Кого же возьмет с АППД? Это Блюмастер. А где гайд, спрашивается? Ну, ладно, гайд это потом, это немного другая тема. Я думаю, что и, в принципе, у НС надо спрашивать. Он, кстати, сегодня будет в аналитике на второй половине дня. Так что, я думаю, что вы сможете с этим разобраться. Не уверен, правда, что он будет читать чат. Тем не менее, может быть, как-нибудь я ответит вам на этот вопрос. Надеюсь, вы его зададите. В скобочках думайте сами. Ладно, игра уже потихонечку начинается. Мы готовимся перемещаться на карту. В это время игроки расселись по своим персонажам. Ну, а я вам могу напомнить про то, что... Нет, 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 не про это. Ладно, ладно. Немного в другой раз. Ну, что еще можно сказать по этому пику? Спектра смотрится неплохо. Со спектрой здесь разбираться не то, чтобы очень легко будет. С другой стороны, брюмастер на сложной линии явно спокойно фармить спектре вначале не даст. И наверняка это все же будет дабла. В виде брюмастера плюс того же самого сайлендера. Или же ппд вместе с фатой. Кстати, интересный момент. Такое ощущение, что это будет у нас... Лина далеко не на миддл лейн. Это будет Лина в виде третьей-первой позиции. То есть, может отправиться что на легкую линию, что на сложную. Тут не совсем понятно, потому что 33-я садится на брюмастера. И в итоге две сильных даблы выходят у команды. НИП, соответственно, довольно-таки неплохой, опять же, миддер с выходом в лейт. В то время, как у коллектива комплексити все не особо-таки хорошо выходит на линиях. Потому что там Спектра, и Спектра это изначально не самый сильный персонаж в начале игры. Тем не менее, в лейте, опять же, может выйти в очень и очень сильного героя. Но не стоит забывать о том, что Аркварден может собрать себе Сильвер Эдж. И абсолютно спокойно с этой Спектрой разбираться. Ну, что мозгу сказать, мне лично больше нравится пик команды НИП. НИП сейчас, да и не в плохой форме, я бы сказал. И вроде как герои, на которых они играют. Осталось только посмотреть, как же расставят линии. А, я понял, да, да, это Аркварден будет на легкую линию, и Лина в мид. Но это самый логичный вариант, который почему-то не приходил мне в голову минуту назад. Я почему-то прямо вот сделал себе установку, что Аркварден на мид. Оказывается, далеко не так. Ну и вот с Аркварденом неплохо будет поставить Грмага на линию. Довольно неплохо смотрится с замедлением, с станом. Опять же, подставить кого-нибудь под Спарк в рейс очень-очень хорошо. Может это работать. Посмотрим, что будет твориться на рунах. Ну и что ж, никто не пролагивает. Пауза довольно-таки даже самый дефолтный в начале у нас долго не имеется. Потому что все же это лан. Все же это лан, где вот подобных проблем с железом быть не должно. Но если у вас тоже проблем с железом нет, то вы можете поднять щит за безлимит и болеть за своих самым быстрым мобильным интернетом. Я уверен, что многие все-таки смотрят этот стрим с мобильного телефона, и это может быть им полезно. Н.А.П. Подходят все-таки на нижние руны. Здесь с Кем, вместо с Дифриком. С Кимберлю, он же. На спектре играет. Будут пытаться все же забирать баунти-руну. Такое ощущение, что Аркварден может поднастакать Спарк в рейсах на этой баунти. И, понятное дело, что бить никого не сможет, но довольно-таки серьезно прохарасить почему бы и нет. Ну, а тут еще и ППД подходит. Может подстанет кого-нибудь. Опасно. Опасно на этой руне воевать в команде Ком, комплекс, и все-таки здесь еще и... Ну, целых три персонажа, по сути, забирает еще и Изифрик, по-моему, руну сейчас. Ой-ой, или мне показалось. Нет, мне показалось. Это вот только три руны для Эйса. Три руны для команды Н.А.П. и целых четыре руны для команды Н.А.П. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, здесь прям как-то не разыграли комплекс. Ну, вот, надеюсь, что такие начальные неудачи не приведут к какой-то тотальной дизморали. Действительно, все же очень хочется в это верить. Ну, что ж, есть пока курса на Снейкинга. Снейкингу будет не очень легко стояться на этой линии. Как-никак, здесь Брю, который с помощью магического урона, с помощью своего клэпа, абсолютно спокойно пробивает госшрауд. Ну, и разве что стоит уповать Снейкингу только лишь на хороший отхилл. Тем не менее, еще и Саксо будет мешать постоянно спамить свой первый. Ну, и, конечно, этот первый от Саксо будет довольно серьезно мешать использовать Дэспульс Снейкингу. Что на миде в это время происходит? Подтянулся Энви. Энви пытается выигрывать пространство для своего мидера. Ну, и пока лимб на мидл-линии крипов не пропускает. Девять крипов добитых имеется. Все две пачки он зафармил. Просто прекрасный пока капистату лимба. Абсолютно ни одного крипа не пропустил, в то время как фата пропустил уже целых четыре. Ну, не самая приятная статистика для команды NIP. Тем не менее, мы понимаем прекрасно, что шейкера сейчас на других линиях не имеется. Это самый малостих ослабляет. Все же всего лишь один персонаж на верхней линии. Это же Некрофос. Но Некрофос здесь, видимо, сам просто-напросто уже решил, что нет смысла делить экспириенс с кем-то на два. И все равно на этой линии доминировать у команды комплекса не получится. Силенсер такая довольно-таки серьезная... ...проблемка для Некрофоса. ...не бывать. Внизу... ...все-таки убили Арквардена. Довольно неплохо комплексы на него вышли. Я, к сожалению, отвлекся немного на этом моменте. Ну и что ж, третья минута игры. Преимущество пока что понятно, безусловно, и ни у кого нет. На такой минуте действительно ни у кого не может быть какого-то преимущества. PPD. В это время очень сильно замедлено, но там продолжает его с кем потихонечку пробивать. В это время умирает еще и Некрофос. Очень неприятно. Ну, на верхней линии, конечно, в соло стоять против троих. Подтянулся сюда Арквардена, ну вот и получается с Некром разбираться. Некор, конечно, страдает. Некор страдает очень серьезно. Как же ему больно от критов, от 33-го, боже мой! Умирает второй раз сразу же после телепорта. Придется ему пешком бежать от базы. Потеряет очень немало золота на этом. Ну и 33-й перемещается на нижнюю линию. Все-таки поменялись они с Аркварденом. И будут теперь уже мешать спокойно фармить Спектре. Со Спектрой довольно-таки легко разбираться. К тому же самому Брюмастеру очень не хочется против него стоять. Ну и поэтому с кем делать телепорт сразу же на верхнюю линию. В это время Кунг умирает. Но Энви разбирается еще и с Линой. Телепорт был от Саксы. Я, так понимаю, агрессировал все-таки игрок команды Комплексити. То бишь Лимб. Ну и тут Энви. Энви, которого, видимо, надо подхилить с самой Малос Ботла. А, нет, он принес ему Кларити. Энви пока продолжает играть на своего мидера. Лимб фармит. Лимб набирает артефакты. И, в принципе, может быть довольно-таки большой проблемой для команды НИП в будущем. Как-никак. Ну, что АОЕ урон, что огромное количество урона по линии с довольно-таки большим мрынжом. Но вот подцепил сейчас Фату. И Фата, скорее всего, будет умирать. Фата откинулся станом. В итоге не попадает ни под что, кроме креста. И Фата отсюда спокойно спасается. Буквально еще пару тычек могло бы хватить для того, чтобы забрать вражеского мидера. Тем не менее, пока Лимб остается ни с чем. Ну, у Лимба счет 0-1-1. Ровно такой же счет у Лины. Так что здесь нельзя уповать прям вот как-то на одного мидера. Нельзя сказать, что кто-то прям этот мид по-жёсткому выиграл. Энви очень сильно помогал своему тиммейту. За счет этого ему удалось весьма неплохо на этом миде пофармить. Загулял самую малость Сайленсер. Все же Сакса. Отдается Скимберлю. Ну, Спектре, конечно, очень даже неприятно. Могло бы быть, если бы Сайленсер не отдался. Ну, Снейкинг теперь стоит 1-1 против Брюмастера. Может сюда подтянуться, правда, Огр. И тогда, скорее всего, получится Снейкинг забирать. Тем не менее, как только он переместился на нижнюю линию, никаких проблем у него уже вроде как не было. Поэтому так и продолжит стоять. Хоть какое-то золото он фармит. 22 крипа добитых имеется. Пятый уровень уже. И по экспириенсу он обгоняет Брюмастера вражеского. За счет этого может довольно-таки немало преимуществ все же с этой линии вынести. На мидллейне в это время выход на Лину. Очередной Энви помог своему тиммейту. И получилось вражеского героя забрать. Пытался там Лину уже буквально чуть ли не под Тавр лезть. Ну и под вражеским Тавером-то она и умерла, если я не ошибаюсь. Ну да, она где-то вот здесь точно уж в РНЖ его атаки. Отправилась в Таверну. Готовится выход от Найпи. Возможно, потому что Огрмак имеет инвиз и стоит здесь в центре от НИП. Есть подстанк по лимпу. Лимпа начинает пробивать. Сразу же есть Фиссура по линии. Есть корабль. Корабль попадает в Огра. Но, понятное дело, что здесь Огра добивать нет никакого смысла. Лимп уходит от бафа над корабля. К себе на базу будет регениться. В это время Аркварден продолжает делать убийство. 2-1-1 у него счет. И он продолжает зарабатывать все деньги. Убили на этот раз Лича. И оставили Спектру с сотней ХП. Пока все очень хорошо складывается для Арквардена. Ну и Эйс будет продолжать набирать себе критическую массу. Довольно скоро такими темпами может появиться Мидас. Хотя пока он доделал витаквилу. Восьмая минута игры. И сделал себе Фейзы. Вот это интересное решение на Арквардене. Я видел ПТ на Арке. Я видел, конечно же, просто обычный ботинок. Это самый дефолтный билд. Берешь обычный ботинок, потом просто тапаешь его в трой вала. Но здесь решил сделать себе Фейзы для того, чтобы ускорять себя. Если ускорить иллюзию, Снейкинг получает флакс. Есть также Спарк в рейс. Используется ультимативная от Спектры. Но Спектра в эту драку, скорее всего, уже прилетать не будет. Энви здесь же. Энви получает камень от Брюмастера. И это будет минус Эршейкер. Что ж, очень хорошо подрались с НИП. Сейчас забрали буквально двоих. Не потеряли никого. И могут себе позволить после этого даже какую-нибудь вышку поднапушить. Ну, или же просто вернуться на линии и продолжить фармить. Как-никак, по золоту они будут выигрывать. Комплексите. Пока самые Маусы достают. Есть. Сюда иллюзия Арквардена. Иллюзия, конечно, самого Маусы просто пытается пробить Кунку. Но у Кунки никаких проблем нет. Он просто-напросто под флаксом не выходил от крипов. А под крипами с Парк в рейсом по нему попасть тоже весьма проблематично. Пошел Смул. Кенви вместе с Лимпом постараются кого-то загангать. Могут найти Брюмастер. И, в принципе, Брюмастер будет очень неплохой целью. У него нету сейчас ультимейта. 33-й. Ну да, 33-го увидели. 33-го подцепили. Корабль полетел. Есть Виссура. Это минус. Брюмастер. Давайте посмотрим на Нетворса. Первый Нетворс на карте это Кунка. Второй, третий, четвертый. Это Брюмастер вместе с Аркварденом и Линой. Ну и только лишь дальше идут кор-герои команды комплексти. Это Некрофос и, конечно же, Спектра. И вот у Спектры все прям совсем неприятно. Внизу, правда, убивают Арквардена. Ну, самым занаглел, видимо. Занаглел на Некрофоса и получил косой по лицу. 30 секунд еще придется просидеть в таверне. Это очень много времени и за это время действительно очень немало фарма теряет Арк. Особенно обидно то, что он умер до того момента, как у него появился Мидас. И вообще не факт, что этот Мидас появится в этой игре. Вот очень интересно, появится все-таки или нет. Потому что, с одной стороны, ты все-таки берешь этот Мидас и очень быстро его окупаешь. А потом продолжаешь с 7-мильными шагами увеличивать свои Нетворса. С другой стороны, ты просто бесполезен до того момента, как ты соберешь этот Мидас. И сделаешь после этого себе какой-нибудь Минстром. Возможно, Арквардену понадобится какая-то от него польза именно сейчас. Так, Снэйкинг. Снэйкинга попытаются очередной раз подцепить. Есть Флакс, есть Спарк Фрейс, и, скорее всего, Некрофос отсюда уже никуда не уйдет. Да, отдали Некро. Был рядом Кунка, но Кунка, понятное дело, никак там уже помочь не мог. Там, что корабль бы не спасал, что выходить на кого-то и крест бросать тоже, наверное, не следовало. Пока хотя бы информации нет у команды NIP о том, что Кунка 100% находится здесь. Не понимаю, что его нет на Миде, но... Не уверен, возможно, в том, что он находится на боте. Энви. Очень опасно двигается. А получится ли сбить ему телепорт? Телепорт сбить не выйдет. Там 33-й уже. Так, подождите-ка. Ну да, еще выходит целых полторы минуты будет кулдаун на ультимейт Брю. Довольно-таки недавно он его жал. Ну, очень даже неплохо все пока складывается для Нипов. И Эйс все же решил делать себя Hand of Midas. Понятное дело, что сделает он его не очень быстро, это не самые хорошие тайминги, но до этого он сделал себе ботинок, и фейсбуцы позволили ему оформить несколько фрагов. Сейчас, возможно, даже попытается еще и пробить Спектру, но Спектра слишком уж далеко под свой тавр убежала, поэтому догнать ее не имеется возможности. Так, на медлэйне. И ставит с пауза. В принципе, подождем, пока какие-то проблемы решатся. Был лак у Снэйкинка. Надеюсь, что его как-то по-быстрому пофиксят. Ну и, в принципе, можем продолжать. Так, ну ладно, давайте посмотрим. Вот Лина. Полетел ультимейт от Лича, но такое ощущение, что НВ просто зарунил немного своей фиссуры, потому что никто не мог пройти. Идет также еще и Спектра по пятам Фаты. Фата отхиливается на Шрайне. Можно будет даже попытаться подразиться по дабл дэмэджам. Есть ультимативная по Этернал Энви. Энви очень много всего тратят на Фату. Фата только лишь сейчас, наверное, будет умирать. И то не будет. Избирает Лича, будет пытаться пробить еще и Спектру. Ну, боже, что за провальные мувы от команды Комплексити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это было круто. Это хорошо смотрелось в плане выхода на Лину. Но вот настолько далеко заходить, это уже какая-то, знаете, поплава пошла от Энви. Очень уж похоже на то. Что-то вот прям совсем-совсем не то, что мы хотели увидеть. Тимвайп в исполнении команды NAP. Возможно, самый ранний тимвайп на этом турнире. Тринадцатая минута и счет 14-7. В принципе, более-менее это все ровно. То есть, 3000 преимущества, это можно будет спокойно отыграть. Но если оно продолжит дальше расти и дорастет, например, где-то 1000 до 8-ми минуты на 20-й, то уже начнутся большие проблемы у команды Комплексити. Потому что все же у них пик очень жадный. И им требуется намного больше золота, чем оппоненту, чтобы просто их герои начали приносить пользу. К тому же самому Энви все же нужен Блинк. И до Блинка ему остается очень долго, он еще и умирает на Миддл Лейне. Ну, прям что-то мне не нравится, как играют Комплексити. Прям вот не то явно, что они хотели нам показать. Мы сейчас с вами наблюдаем. И если они проигрывают одну карту, то, в принципе, здесь уже конец. На следующей карте я, честно говоря, не верю в то, что если Комплексити проиграет, мы увидим какую-то хорошую игру. Так, ППД. Пошел корабль по Огрмагу. Огрмаг все же отправляется в таверну. Фата здесь очень сильно пробит. Его продолжает бить все Аскемберлю, ну и в итоге отправляет в таверну. Двоих. Лимб. Даблкил. И размен получается. Один в два. Всего лишь Лича смогли забрать ТНП. Саксу можно будет попытаться еще забрать. Да, это очень даже неплохо. Аскемберлю продолжает получать золото за убийство. Ну и довольно скоро уже сможет сделать себе ту же самую Яшу. Вот, кстати, хорошее это было на спектре. Мне нравится. Делает себе Яшу. Дабы все-таки не быть каким-то бесполезным куском до того момента, как ты сделаешь Радик. Конечно, возможно, здесь и сделает Радик. Возможно, здесь и есть в этом смысл. Потому как все же Аркварден это герой с очень большой скоростью атаки. И, в принципе, хочется, чтобы он хоть половины своих атак промахивался. По сути, если так подумать, чем больше у героя скорость атаки, тем вероятнее он промахнется. Но также тем вероятнее, что он попадет с другой стороны. Смысл в том, что если все-таки тычек 100, ну, где-то в процентах так, в... Точнее, 10 тычек, скорее всего, по механике доты все же промахнется персонаж. А вот если тычек 10, то, может быть, так и повезти, что всего лишь один промах будет на... Это все 10 тычек. А может быть и меньше. А может и больше. То есть, такой, получается, наиболее стабильный вариант, если скорость атаки большая. Для кого это в плюс? Ну, тут сложно судить. Ладно, друзья, давайте вернемся с небес на землю. Тут команда NAP уже идет в пуш по верхней линии. В это время подфармливает Спектра. Спектре, безусловно, нужен еще буст на этой карте. Но, если вдруг что, будет Хаунд моментальный. И сразу же сможет Спектра прилететь, куда ей надо. Тут Эйс немножко отпушивает нижнюю линию. Не хочет, чтобы сломали Тирдин Тавр. Сами же Нипы постараются сейчас сломать Т2. Мидас, конечно же, у Арквардена уже имеется. Делает себе Мэльстром. Ну, и, в принципе, для Арквардена, мне кажется, что даже какие-то миссы, это не особо-таки большая проблема. Потому что молнии летать будут, молнии будут все равно наносить урон. Поэтому скорость атаки очень сильно нужна этому герою. Особенно, когда у тебя все-таки вторая иллюзия. То есть, грубо говоря, почему на каком-нибудь МИПа не собирают артефакты на скорость атаки? Просто потому, что, ну, скорость атаки-то никаким образом с главного Мипаря на его копии не перебрасывается. Перебрасываются статы. У того же самого Арквардена перебрасывается абсолютно все. И с увеличением скорости атаки ДПС увеличивается в разы. Так тут, эй, чуть не догорел. Но вот сейчас уже точно сгорел. Буквально одну тычку по спектридал. Возможно, даже догорел в тот момент с ее пассивы. Пассива все же вкачана в четверку. А сам он находился под монетой к филдом. Поэтому, по идее, спектридал не должна была по нему попасть. Ну, либо же попало уже. Ладно, не так важно. В любом случае, это размен 2 в 1 в пользу команды. Комплексите. Ну, то, что Арквардена забирает, это, конечно, очень хорошо. Потому что Арквардену нужно хоть как-то останавливать. С другой стороны, то, что его сейчас забрали, ему никак не помешает. Пойти поражать Мидас иллюзии. Пойти поражать Мидас самому. И доделать себе, наконец-таки, Милл Штром. Без Милл Штрома Аркварден, ну, не особо полезен. То есть дэмэдж у него просто недостаточно. И для того, чтобы фармить быстро. И для того, чтобы пытаться как-то там в драке действительно быть полезным. Поэтому это один из ключевых артефактов на Арке. Ну, ждем его появления. Что еще сказать. Фата практически доделал себе Шадоу Блейд. Решил здесь именно так пойти. Требуется наверняка какой-то Сильвер Эдж действительно в команде. И на Арквардене, может быть, его не захотят собирать. Просто потому что хотят, чтобы Аркварден быстрее бустился по урону. То есть сейчас можно сделать Мьёльнир. Либо сейчас же можно будет пересобрать Фейзы в Трвалах. Хотя это не очень хорошая идея. Если бы просто имелся ботинок, а не какие-то Фейзы. То можно было бы это использовать. То есть сразу же сделать себе Трвалах. В это время начинается на нижней линии файт. Настреливает уже Фата по дабл дэмэджам. Получается разрубить Некрофоса. Зифрик пытается отсюда уйти. Но не так все просто, дружище. Тут 4 персонажа команды комплексти и... Точнее, команды NIP, безусловно. И уходить от них хоть каким-то образом действительно сложновато. Ловкость не дает скорость атаки. Я имею в виду, что какой-нибудь муншард ты на мипы не купишь. Я про это говорю. А на Арквардене никакого смысла ту же самую бабочку собирать не имеется. Во всяком случае, если тебе не требуется армор в первую очередь. Намного будет лучше по урону, если ты соберешь муншард. Ладно, Сакса в это время подставляется. На самом деле, хотя здесь подставились под стан вдвоем Энви вместе с Шикером. Шикер отправляет Северну ровно так же, как и Энви. ППД пытается еще хоть немножечко жить. Отбрасывает с Игнайтом по Некрофосу. Но долетитель последний паттерн по Огромагу долетает. Но все же Огр остается в живых. Один в три размен в пользу команды НАИ. Пока противостояние все же, ну, казалось бы, если не смотреть на Нетворса, то равное. То есть, постоянно идут размены. Что в пользу команды НИП, что в пользу команды Комплексити. Зачастую, ну, более-менее все ровно. Но, с другой стороны, 7 тысяч преимущества на 21 минуте, это уже, ну, не такое-то малое преимущество, можно сказать. Мы иногда говорим, что, там, ну, на 30 минуте преимущество в 10 тысяч. Это довольно-таки большая цифра. Ну, в плане того, что... Это уже то преимущество, которое ты за один файт не отыграешь. А на 20 минуте вот эти вот 80 тысяч... Точнее, 8 тысяч Нетворса, я извиняюсь. Друзья, сегодня подустал, но надо, наверное, себя втормошить. И, наверное, я это постараюсь каким-нибудь случаем устроить. Надеюсь, что у нас игра втормошит. Потому что пора бы просыпаться к 5 часам дня. Ну и Кунка вместе с Eternal Envy. Потихонечку, помаленечку отходят к себе на базу, потому что понимают, что... Вижена-то особо нету, абсолютно все раздавардили на IP. И что дальше делать? То есть дальше передвигаться по карте очень опасно. Только лишь один вард стоит сейчас для команды комплексности. Давайте вообще посмотрим, что за вижен у них имеется. Ну вот, вот, они ничего не видят. Они ничего не видят, они не имеют представления, где находятся их оппоненты. И оппонент находится прямо-таки в их лесу. Аркмест с Линой абсолютно спокойно допушат Тир-2. И можно даже попытаться подраться. Врывается Брюмастер, клэпнул. Не успел пока разойтись на ультимейт. Но вот сейчас ультимейт. И выйдет он им корабль. Получает камень Зифрик. Поднимает сразу же Некрофос. Некрофос в это время крутится в ветрах. В это время драка Аэйса против Спектры. И пока что Спектра в ней не особо-таки выигрывает. С другой стороны, вот сейчас возвращают Аэйса. Аэйс все же отправляется в таверну. И Лимб будет пытаться уже гнаться за Фатой. В этой ситуации Фата такими темпами может еще и забрать какой-нибудь Некрофос. Некрофос действительно умирает. Ну а 33-й там продолжает просто зерствовать. 33-й минус Лимб. Минус 4 уже в исполнении команды NIP. И ну вот НИП идут к победе. НИП действительно очень хотели забрать эту карту. Им нужно было забрать всего лишь одну карту в этом Best of 2 противостояния. Я вам напомню для того, чтобы все-таки пройти на турнир. Пройти в мейн-ивент. Попасть, поиграть на арене. Ну и безусловно пройти в финальную стадию. Безусловно игра перейдется в сетке лузеров. Команде NIP с другой стороны уехать домой на день раньше, чем играть в сетку лузеров. Но это явно не лучшее. Истечение обстоятельств. Энвид начинает пробивать. Очень быстро получилось с ним разобраться. Опять же за счет берст урона, который имеется у Лины вместе с Огром. И Огра там также еще и мультикаст прокнул, поэтому получилось неприятно. Ну что ж, 24-ая минута игры. 10 тысяч преимущества за командой NIP. Эйс сделал себе блинк вместо того, чтобы собрать Сильвер Эйдж. Но вот Сильвер Эйдж, по идее, должен быть сейчас на плечах Лины. Лины, хотя спектра не особо таки сильно разогналась уже. Поэтому, в принципе, включать ей пассиву. Можно убивать даже ее, не включая пассиву, поэтому можно и опустить этот артефакт, опустить этот нюанс. Ну тем более, арквардно урона должно хватать, если он в соло будет ее фокусить. Может быть и получится что-то сделать. Ну и Лина решила увеличить все-таки дэмэдж, который она наносит. Немножечко замедлить оппонентов, ну и в принципе стать поплотнее. Собралась Ескаде, но пока прямо NIP супер грузно смотрится. Грозные NIP сейчас могут действительно отправиться и попытаться побить команды комплексти. Самую малость, но вот пытаются хоть каким-то образом колы... Да нет, даже не пытаются не отдать Рошану. Соглашаются они с тем, что камнеголовый падает от руки оппонента и понимают, что драться в этом рушпите не стоит. Для них это невыгодно. Там в узком пространстве и Фата может Лайтсрайкерей использовать, застанет двоих-троих. Тот же 33-й может хорошо клэпнуть. Да, безусловно, может и Шикер ворваться, но Шикер и ультимейт первого уровня, а Энви пока со своего эхо-слэма. Много дэмэджа не нанесет никак. Ну, люди во всем винят Энви. Тут скорее даже дело не в том, что Энви винят. У Энви случаются зачастую такие глупые ошибки, которые просто видны абсолютно всем. То есть, грубо говоря, вспомнить матч, где он взял себе дезолятор для того, чтобы быстрее доломать базу, сломать Т4 и так далее. Не выложил дэнатор. Ну, то есть, вот настолько глупая ошибка. И, в принципе, решение это было супер-хорошее для того, чтобы выиграть игру, но в итоге он ту игру проиграл. Если я не ошибаюсь, это было на Интернешнале. И вот настолько легкая, глупая и легко замечаемая ошибка просто потихонечку губит его карьеру. Ну, не одна ошибка, безусловно. У него такое случается, а, в принципе, это очень крутой игрок в плане того, что он делает, в плане его некоторых решений. Но, вот как-то так у него получается. То ли невнимательность, то ли что, абсолютно не ясно. Грубо говоря, просто надо понимать, понимать, почему так происходит. Кто в чем винит. Но, тем более, опять же, сейчас он является капитаном команды, он же координатор. И был какой-то момент, когда буквально здесь Фиссурой перекрыл путь. И попытался хоть каким-то образом со всей своей командой погнаться за Фатой. Игнались они, соответственно, вот отсюда уже вот так, вот так, вот так, вот так. А вот здесь вот они все умерли в пятером. То есть это тоже решение, которое наверняка принимал Энви. С другой стороны, ну, конечно, могла принимать вся команда эдаким коллегиумом. Но инициатором этого решения я больше чем уверен, что был Энви. Просто потому что, ну, бывает у него такое, он любит зааркадить. С другой стороны, когда у него все будет получаться, все будут очень сильно радоваться за этого парня. Потому что, если у него что-то получается, то выходят очень красивые игры. Да, наверное, невезение это все-таки неправильное... Неправильное описание того, что происходит с Энви. Ошибки из-за невнимательности. Так можно это описать. Давайте, наверное, так и будем это называть. Эйс. Ну, сделал иллюзию, уже продолжают потихоньку подпушивать. Ну, как потихоньку? Сломали там один барак, сломали вот сейчас практически уже второй барак. Подойти никто не может, правда вот сейчас будет смоук. И могут подраться, попытаться с их основами. Если хастом хорошо закорастует, то, вероятно, что-то и получится. Крипы пока далеко. Крипов здесь нет, поэтому под шейкера поставиться будет сложно. Так, чтобы это прям действительно очень сильно зарешало. Ну, смок разревелился уже. Отчасти врывается шейкер. Есть и хастлэм. Неплохой подвоим. Но пока что Лину пробить не получается. Лина. Летит корабль. Под корабль попадает. Лина. Фата. Это была ошибка. Можно было отойти совсем немного. Там никакого креста на нем не было. Тем не менее, он отправляется в таверну. Байбэк сразу же есть от Сайленсера. Пытаются пробивать Энви. Энви пока еще живой. Ну, Энви в этой ситуации очень неплохо отыграл. Фату. Пытаются также, сказав, и убить Фата в таверне. Очень и очень круто. Дефлис комплекс. Энви молодец. Вот сейчас действительно было решение, хоть и немного аркадное. Но в итоге, насколько крутой файт нам это принесло. Тридцатая минута игры. 11 тысяч преимущества стало вдруг за командой комплекс. Комплекс и гейминг отыграли очень многое. Отыграли, наверное, где-то около 3-4 тысяч голды комплекс. Просто за один файт. За счет того, что убили Лину. Сбили огромный стрик. По-моему, Арквардена там не убивали. Но все-таки. Все-таки Эйс там также сам всех не приубивал. И, наверное, в этом тоже есть плюс. Тот же Брюмастер, по-моему, тоже был с неплохими стриками. Да. Да. С 33-го и Лину получили огромное количество голды. И это сейчас дает небольшое пространство для камбэка. Команде комплексити. Нужно этим пользоваться. Безусловно. Вот сейчас стиль игры Envy. Именно в той ситуации, в которой глобально команда оказывается. Когда им нужно выигрывать две карты. Сейчас стиль Envy может даже прийти как никогда к стати. То есть стоит это понимать. Блинк Транквилы имеется. Ну вот БКБ собирает себе Аркварден. И теперь уже с Эхослэмом в этого парня не влетишь. Вот в чем проблема. Есть, конечно, Спектра. Спектра сделала себе Башер. Есть те же самые Диффуза. И комплексити такое ощущение, что снова делают небольшой регрупп. И планируют пойти в атаку. Во всяком случае, видят они 33-го. И 33-го тоже было бы очень неплохо забрать. По Вижену, конечно, есть некоторые проблемы. То есть сейчас абсолютно никого не видно. Команде Кол. Ну, с другой стороны, тоже никого не видно и коллективу NIP. Но они прекрасно понимают, что если вдруг кто-то и будет заходить, то будет заходить через вот это вот место. Поэтому здесь будет неплохо тыкнуть свой вард. Огрмаг. Заметил вражеский вард. Сломать его, правда, не смог. Зачем-то подошел. И вот она глупая ошибка от ППД. То есть не только у Envy такое случается. Он подошел для того, чтобы сломать этот вард. Возможно, надо было просто отсюда отбежать. И понимая, что тиммейтов рядом нет. Но все мы люди, друзья. И как бы дота, в которую играют эти парни, она ровно такая же, как мы с вами в паблик пойдем будем играть. Я уверен, что у 90% людей из чата до 99% точно уже были какие-то подобные косяки. Понятное дело, не в профессиональной игре. Но, с другой стороны, то, что здесь ППД умер, это не так-то критично. Это разменная монета. Это далеко не дорогой персонаж в этой игре, из-за которого стоит сильно переживать. Что ж, 32-ая минута игры. 29 на 20 счет в пользу команды Complexity. В смысле, в пользу команды NAP, конечно. И Аркварден продолжает увеличивать преимущество по золоту. То есть, если обе команды фармят и друг с другом не дерутся, NAP делает это быстрее. Как минимум за счет Арквардена, который просто-напросто с Мидаса очень немало золота своей команде приносит. В то время как Спектра ну, не имеет, не имеет подобных механик. Был бы это какой-то антимаг, может быть, он бы перепармил Арквардена, но Арквардена фармится очень быстро. И неплохо было бы сделать какой-то Хекс в этой игре для Айса. Хекс это такая прикольная штучка. Ну, а я вам напомню, что горячая штучка это сочный мясной заряд для тех, кто любит поярче. А поярче нам может предоставить тот самый Энви, о котором мы с вами говорим за этот матч действительно очень-очень немало. Да, друзья, извините, я ошибся, когда сказал, что действительно в 90% могли быть такие ошибки. Я просто забыл, что у нас в чате доступ от 10К ММР только лишь. Кстати, сейчас и 9 тысяч тоже ни у кого нету. Но я уверен, что замечательный 10К чат. Все очень хорошо знает. В принципе, ни с кем. И не спорю. Спектру пытаются подцепить. Ой, и Спектру пытаются сейвить также еще и на Форстафе. Могут очень быстро убить Скинберлю. Залетает корабль. Корабль все-таки Спектру не засейвил никаким образом. БКБ Кунке пришлось поражать. Прожимает также БКБ еще и Аркварден. Он врывается Энви. Энви начинает пробивать Аркварден очень быстро. Настоящего очень хорошо. Блокимбар прожал он под конец. Тем не менее, это только лишь минус БКБ, даже если он попытается байбэкнуться. Дабл килл для Скинберлю. Уже очень неплохо получается. Команды Комплексити раскидывать вражеских персонажей. Это минус 3 в исполнении Спектры. Это плюс байбэк от того же самого Огрмага. Да, конечно, Спектуре пришлось байбэкнуться, но за счет этого сейчас Комплексити, может быть, даже заберут Рошана. Отличная инициация в пике команды Комплексити. И действительно, такими темпами Рошан будет падать в их пользу. Хотя, НИП с этим не согласны. Потихонечку подтягивается сюда. Смоуки, ППД поставил в центре. Но он сейчас понимает. Понимает, что здесь Рошан заходит потихонечку. Нужно попытаться его убить. Есть стан по Некрофосу. Врывается сюда еще Саленсер. Эйс байбэкается. Эйс будет пытаться этот АЕГС забирать. Врывается Брюмастер. Брюмастер крадет АЕГС. Ай-яй-яй-яй-яй. 33-й. Попытаться хоть каким-то образом забрать Лимпа, но нет Лимфоинвизия. Будет убийство Эйса. Будет убийство Эйса после байбэка. А вот это вот уже очень серьезная проблема. У Лины байбэка нету еще 20 секунд. Если бы без Лины действительно дрались в предыдущий раз НИП, то наверняка они бы все умерли. Но вот умирают все сейчас. Потому что вот в этот раз дерутся без Лины. Они не учатся на ошибках. Хотя, конечно, ошибки не было. Это я уже просто как-то слишком сильно придрался. Лимп под БКБшкой. Есть торрент по 33-м. Но вот 33-й просто красавец. Просто красавец на 33-м. Потому что он ворвался в Рошпит ровно вовремя. Отобрал АЕГС. Если не ошибаюсь, то это был первый Рошан. Поэтому Сыра там не было. Давайте даже на всякий случай проверю. Да, Сыра действительно быть там не могло. Ну и 37-я минута игры. 32 на 25 счет. Комплексити все еще проигрывают. Но 10 тысяч преимущества на 36-й минуте смотрится далеко не настолько кусачи, как это было на 20-й. Потому что на 20-й тоже, ну, примерно в тех же самых цифрах было преимущество от команды НИП. Ну, мы все прекрасно знаем, что в доте инфляция тоже существует. И работает намного более жестко, чем в реальном мире. Ну что ж, 32 на 25. Все, карта становится все интереснее. Действительно, ну... Мы ждали, ждали от этой игры чего-то подобного. Я уже начал немножечко тельтовать с того, что не увидим мы с вами сегодня какого-то суперзрелищного матча. А вот и он. Просто изначально все смотрелось, как будто бы это будет в одну калитку от NAP. Но сейчас мы видим, что со спектрой все же сложно разбираться. И теперь нужно принять решение. Команде НИП все же сделать SilverEdge. Потому что иначе спектра будет и так дальше всех раскидывать. Я видел, что Лина планировала делать себе Shadow Blade. И надо было не отказываться от этого решения. То есть это дало бы просто запас прочности очередной. Да, возможно, Лина бы какой-то лишний раз умерла из-за того, что у нее не хватает выживаемости. Но... С другой стороны... Если посмотреть, то... Со спектрой было бы разбираться прямо вот в 10 раз легче. И... Пытаются NAP навязать очередную драку. Убить спектру, если получится. Мы видим, что спектра пока не подставляется. Позиционку выдерживают. Комплексити. Смог все еще не спал. Но смог спадает очень скоро. Нужно уже на кого-то инициировать, если хочется драться. Но... Инициировать на Некрофоса это не самая лучшая идея у него. Там 2000 хп. У него практически 30 единиц брони. Под... Айс Армором. Ну и драться с этим всем прям... Опасно будет. Что по байбекам, друзья? У спектры байбек откадаешься только лишь через три с половиной минуты. Поэтому ни в коем случае нельзя подставляться. Именно это сейчас и удерживает команду комплексити. Не дает им пойти куда-нибудь за Аркадий. Попытаться подраться там на вражеской стороне карты. С другой стороны, конечно, и линии у них пушатся. Поэтому им... Ну просто... Вот чисто физически они не могут туда передвигаться. Но... Так же... Скажем, это является дополнительным фактором. Который не позволяет им хоть каким-то образом вообще инициировать в оппонента. Пока тот не подойдет к их базе. Но, с другой стороны, есть вард. Вард очень хороший, который все светит. Который только что указывал команды на IP и есть представление, где они находятся. И Смоуки попытаются все же комплексти выйти. А вот это вот интересно. Сюда двигаться уже Иллюзия Арквардна. Иллюзия Арквардна отпушивает. Но можно будет попытаться честно говоря, здесь и самим комплексти залететь. Может быть, даже смогут. Но Смоук как раз... Разривили. Уже очень скоро врываться. Бремастера просто моментальная реакция от Энви. Но он успел разулетиться. Эхо слэма не будет в драке. Это уже не очень приятно. Иллюзии здесь просто разбираются с ППД, с Кимбролю. Неплохо было бы забрать Бремастера. Его духи пока бегают. Духи полностью целы, невредимы. Эйс, отправляя свою иллюзию, будет пытаться забирать Зефрика. Но такими темпами он только лишь нафидит свои иллюзии. И тем не менее, отвлек внимание от Бремастера и его духа. Такими темпами 33-й. Ой, как же он заджучил! Как же он хорошо отошел через лес! Отлично играет с Виженом Бремастер. Но сейчас его видно на Варде. Поэтому, скорее всего, 33-го все же удастся поймать. Так. Видно. Не надо сбить телепорт. На кресте. Вернули. Прямо-таки из-за базы. Гем выложил! Он выложил гемы и, возможно, про этот гем сейчас забудут. Ребята из комплексти. Ну, слушайте, битвы у нас прямо идут не на жизнь, а на смерть. Но гем все же увидели. Возможно, был смысл выложить этот гем до того момента, как... как бы увернулся. Может быть, он даже и пытался как-то это сделать. Я не знаю. Я просто, на самом деле, немного не помню. Если ты просто нажимаешь на предмет с правой кнопкой мыши и... есть ли там кнопка выложить? Возможно, это просто сейчас так сработало. Я обычно это как делаю? Просто вот беру артефакт, грубо говоря, выкладываю его вот так. Но... Может быть, это профессиональные игроки делают как-то по-другому. И если так, то это, конечно, суперинтересно. Ну, и суперфейловый момент, конечно. Потому что просто так отдать гем это... жестяк. Но, с другой стороны, было бы, опять же, жестко, и если бы он этот гем на базе у себя выложил... Ну, вот, к слову, о косяках и каких-то хороших вещах, да, от игроков и не только от игроков. Зачастую так в жизни работает, что косяки-то все замечают и начинают их хайпить. Вот прям как я сейчас над Брюмастером. А какие-то суперхорошие мувы не всегда видны нашему взору. Если бы он выложил этот гем где-нибудь здесь, то мы, возможно, просто и забыли про то, что этот гем у команды NIP имелся. К сожалению, все-таки сложно уследить за всеми вещами, которые происходят на карте. Ну, ладно. Это все равно его не оправдывает. Так, ну я на IP. Shadowblade все же решил наконец-таки сделать фату. Вот он будет с Ливередж. И это может быть ключ к победе на этой карте. И, конечно же, ключ к выходу в сетку лозеров на плей-оффе данного турнира. Я думаю, что, возможно, даже NIP сейчас чуть более замотивированы поиграть на плей-оффе. На плей-офф стадии. Все же напомню вам, что PPD в прошлом сезоне играл в составе OptiGaming. Был там капитаном. Ace играл в команде Secret. Тот же самый Sucks под конец тоже там в Secret'ах немножечко подыгрывал. Ну и стенденил в Evil Geniuses. Так у него был немного другой коллектив. То есть в Evil Geniuses он был не основным игроком в какой-то момент, если я не ошибаюсь. А, и если я все правильно помню, то он как-то еще стенденил для OptiGaming. Я, возможно, вам наврал немного, когда сказал, что он стенденил для EG. Просто для меня PPD и EG это такие довольно-таки близкие друг к другу вещи. Все же PPD как-никак International выигрывал в составе EG. Ну, 33-й, опять же, я уже говорил, что это парень, который играл в составе KAP и так далее, так далее. В прошлом году все же получилось с него выбиться в более-менее тир-один коллектива. Ну, а Fata это супер-олдскульный игрок, про которого вы все и так прекрасно знаете. Я думаю, что даже рассказывать вам про него что-то будет не особо-таки нужно. Ну, если вдруг кто-то все-таки не знал, то это парень, который в Alliance разваливал еще в 2013. в 2013. 45-я минута игры. 32 на 27 счет в этой карте. Ну, и на IP надо что-то придумывать. В принципе, уже придумали, надо осуществлять. Нужно доделать Silver Edge. Без Silver Edge ты Spectra никак не убьешь. У Spectra, кстати, за это время уже появилась бабочка и, в принципе, Abyssal Blade она пропала. Вот, Montestyle также имеется. Неплохо было бы сделать какой-нибудь Black King Bar даже, я думаю. с другой стороны, она настолько толстая, что можно было бы и Тараску купить, чтобы все убились просто об нее. Ну, есть еще свободный слот и пока планирует Spectra делать себе немного другой артефакт. Так, Ace. Там Солюзи пытается просто подразбить лимпа, это, в принципе, на игру никак не повлияет. В общем, МКБ для Spectra. Ну, интересный, интересное решение, интересный мув. Ну, скорость на атаке неплохая, почему бы не добавить себе урона, тем более, еще и чистого урона можно добавить. Опять же, смотрится довольно неплохо. Аркварден. Должен такими темпами тоже сделать все Сильвередж. Ну, вот действительно, одного Сильвереджа может быть недостаточно, но если бы НИП просто занимались этим и сделали себе Shadow Blade в самом начале, то есть на Арквардене абсолютно спокойно можно делать после Мирстрома Сильвередж, то, возможно, получилось бы у них просто допушить, потому что Спектру было бы убивать в принципе намного легче. У них и так это получалось делать без каких-нибудь Сильвереджей и через пассиву, а без пассива там прям суперлегко бы все выходило. Но, может быть, не продумали. Все же, опять же, мы как-то смотрим на это сверху, а когда ты находишься в игре, то бывает, что просто какие-то мысли до тебя не доходят, только лишь потому, что, ну, ты не видишь, насколько все там хорошо, может быть, в этой спектрии, ты не всегда видишь предметы твоих оппонентов, ровно так же, как их вижен и все остальное. Что ж, ладно. Лимб. На кресте я там должен сбирать сейчас руну регенерации, довольно неплохо. Увидели, что появился Рошан, вот Рошан, это сейчас решающий момент. Рошан, это очень важно для обеих команд, и у NAP пока вард на Рошане не стоит, очень зря. Вот сюда бы вард тыкнуть на самом деле. Вот здесь вард был бы хорошо, это было бы приятно. Я все еще ярый фанат вот этого варда, которым сейчас пользуется команда Virtus.pro. очень часто. Не знаю, говорил ли NS это на стриме, но этот вард показал им он. Так что, если здесь есть фанат Virtus.pro, и если VP сделают очередной Mercedes, возможно, Mercedes подарят NS. но это не точная информация. Ну и что ж, Рошана потихонечку уже пытаются добить комплекс без без Огрмага будет сложновато на IP 25 на 5, то есть 4 на 5. Ну и все же это будет аегис для спектры. Все больше и больше шансов у команды Call для того, чтобы эту игру закончить в свою пользу. Но я вообще хочу болеть за комплексы, потому что тогда я понимаю, ну, я практически уверен, что на следующей карте мы с вами увидим настоящее противостояние, то есть это не будет что-то суперлегкое, это не будет какой-то поплавы ни у одной из команд, потому что на IP нужно выиграть всего лишь одну карту. На следующей, если они проиграют это, у них будет второй шанс. У команды комплексы этого шанса уже не будет. Я понимаю, что если они проиграют, то следующая карта для NIP будет очень даже легкой. Ну, может и не быть суперлегкой, с другой стороны, может быть как-то NVI разозлится на это все, решит просто так вот нагадить и одну карту забрать, но, с другой стороны, это уже никаким образом NIP не помешает пройти в плей-офф. Игра приостановлена. Ну, подождем немного, потому что сейчас такая интересная действительно должна быть развязка в этой игре, что пропускать ее ни в коем случае нельзя. Кунка, кстати, с Алибардой делает себя тревела, ну, как только накопит, чтобы у него оставался на байбек, он действительно сделает себя тревела. Снэйкинг, рефрешер, две косы за файт давать, это жестко. Ну, вот, буквально отправить бы на косе ту же самую Лину в таверну, которая, конечно, есть байбек, ладно, у кого сейчас нет байбека, у всех есть байбек, абсолютно у всех. Но еще раз можно взглянуть на Ненфорс и Спектра даже уже вышла вперед. Планеты всей у Аркварда примерно такая же самая ситуация, то есть там буквально на одну тысячу единиц золота лидирует Спектра над Эйсом. Тем не менее, Эйс должен сейчас сделать себе очень и очень важный артефакт. Так, кстати, что он себе делает? Он делает... Подождите-ка. У меня нормально все с глазами? Я просто потер глаза на самом деле. Мистик Став и... Солбустер. Он же Актарин делает? Я... Меня глаза не врут. Слушайте, это интересно. Это интересно, а по талантам у него что? Не, я бы просто понял Актарин, если бы он себе взял тот же самый талант на минус полторы секунды перезарядки Спектра в рейс и просто безудержно нажал кнопки. Вроде пока этого нет. Хилиться с молнией единственное что. Но нужно ли это настолько сильно? Так, игра очередной раз забрали. Ну, ППД частенько что-то начал умирать в последнее время. С другой стороны просто игра немножечко приостановилась и умирает только лишь саппорт пятой позиции команда NIP. Просто потому что пытается расставить для своего коллектива самый лучший вижен. А тут иллюзия эйса почти разбирается со Снэйкингом соло. Смотрится, конечно, хорошо. Подруны инвиза Этернал Энви. Варды очень хорошие для команды комплексности. Видно сейчас практически всю карту. Слушайте, но я все еще думаю в чем прикол Акторина на Эрквардоне. Может быть он думает, что он просто не доживется до 25 уровня, не сможет взять талант на вампирик. В это время забирают за корабль, даже за три корабля в итоге получается от кунки Сайленсера, но Сайленсер не настолько толстый, что переживает все три и умирает с первого. Что же, неплохо. Комплексити на самом деле сейчас близки к тому, чтобы хотя бы выбить байбек из вражеского саппорта. И выбивать байбек это то, что сейчас нужно в первую очередь. Но Найпи абсолютно ничего не потеряли с этого момента. Будут ждать, пока возродится Сайленсер, после чего уже могут начинать драться с командой оппонентов. Там Дорошана примерно три с половиной минуты. Айгес у Спектры закончится за 30 секунд, пока они все правильно делают. Они прекрасно понимают, что им против Спектры с Айгесом воевать не стоит. Два раза ее убить точно уж никак не получится. И... Поэтому просто пережидают то время, в которое Айгес у команды комплексности имеется. И вот потихоньку уже сейчас можно начинать агрессировать. 12 тысяч преимущества. 54 минута. Абсолютно не деньги. Просто копейки. Преимущества можно считать, что нет. Не заодно из команд. Супер ровная игра и вообще никак непонятно, что в этой карте может произойти, как эта игра может закончиться. Фата. Продолжает подфармливать свой лес. Мне просто кажется, что Хекс бы намного лучше зашел на Арквардне. Ну да ладно. Я уверен, что Эйс намного лучше меня знает, как ему надо проводить эту игру. Поэтому спорить с ним смысла не вижу. Слушайте, а может быть просто это нью-мета какая-то сейчас станет. Вдруг октанин работает. Соответственно, хилит я не знаю. Либо как-то сломано хилит от молнии. Либо действительно как-то хилит что с тебя, что с иллюзией. То есть, что с основного героя, что с этого основного. Но вроде как пока на это не похожу. Прям очень не похожа. Врывается, шейкер. Начинаю пробивать. кого бы пробивают. Это будет 33-й. Брюмастера могут убить. Брюмастер не успел разультиться. Абсолютно ничего не успел сделать. Саленсера также тут будут пытаться подцепить. Сакса. Не байбекался. Так что все нормально. В принципе, можно будет прямо сейчас вращаться в эту игру. 120 секунд ждать, наверное, не стоит. Можно выкупиться наперед для того, чтобы таймер хотя бы уже пошел. Ну и что ж. 56-й минуты игры. 32-32 счет. Выкупаться Саленсеру на самом деле не хочется, потому что он хочет сделать БКБ, дабы все-таки забрасывать свой хекс в нужную цель. Очень хочется сделать БКБ на Саленсере. Ну вот, буквально одна драка, буквально убили одного саппорта и Брюмастера. Заставили его байбекнуться и преимущество просто в нулях. Так, начинается очередная драка. Энви подцепили. Энви убили. Что Энви тут делал? Вопрос. Наверняка его поймал просто-напросто Огр. Либо поймал Огр, либо не ожидал, что все-таки в невидимости подойдется долина. Отлично сыграно. Найпи хоть каким-то образом пытается огрызаться. Ну, в принципе, колл тоже играет прям супер ровно и это противостояние того стоит. Команды друг друга стоят, можно сказать, как минимум. То есть не всегда интересно смотреть на противостояние каких-нибудь супер фаворитов, какие-нибудь Virtus.pro, да, против аутсайдеров, против пейнгейминга, пускай. А вот такие карты, где команды, безусловно, ну, не топ-1, не топ-2 мира явно сражаются на равных, это суперкруто, суперинтересно. 57-я минута игры. Сейчас выигрывает именно макро, и посмотрим, кого макро будет сильнее. Очень похоже на то, что PPD, потому что он сужа более опытный капитан, чем Envy. Но кто его знает, вдруг сейчас GKMAO нас приятно удивит. И мы будем радоваться его победе в этом Best of 2. Так, а тут пока под пуш пошел уже от AESA, в принципе, ей свои иллюзии потихонечку ломает-ломает, то есть подпушивает-подпушивает, а сейчас еще Тир-3 Тавр сломал. Так, потихоньку, помаленьку можно и стороны слишиться. Если это будет долго продолжаться. Фата. Так, Фату подцепили. Есть, конечно, уже сразу Хех, Слину могут очень быстро убить. Надо будет разводить на байбэк после того, как убьют. Хотя пока Сталина еще и жива. Нельзя было так быстро списывать ее со щитов. Можно просто делать отсюда телепорт. Уже потратили на это все. Ну, на самом деле ничего не потратили игроки команды комплекс. Там только лишь ману потеряла спектра. Что за айтембилды? Спектра, которая делает себе Хекс. Вот это настоящая замечательная профессиональная игра. И, честно говоря, в команде комплекс всегда будут такие интересные айтембилды, потому что капитан у них Энви. И у Энви много интересных идей. Не всегда, правда, эти идеи работают. Тем не менее, вот сейчас это все работает. Это работает очень даже неплохо. Понимают комплексы, что нужен дополнительный контроль, нужно как-то убивать Аркварден, нужно как-то убивать Лину, нужен Хекс. А кто соберет Хекс? А у Зефрика денег нет, а Шейкер тоже там как бы без денег, ему нужна БКБшка для того, чтобы хоть как-то продолжать после Эхо Слэма кидать свои касты, а не просто сразу умирать. И приходится делать Хекс на Спектре. На Спектра ты не против? У Спектры это Refreshed Shard, если что, еще имеется, и сейчас бегать с Refreshed Shard именно с Кимберлю, потому что ну, нужно будет его если вдруг что прожать и очень быстро прилететь в файт. Но вроде Ultimate Attack откодешится, пошел Смоук от NIP. Если найти Спектру, то это будет лучшие стечения обстоятельств для данного коллектива. Еще раз посмотрим, байбеки есть у всех, кроме Брюмастера. Появляется Daedalus на Арквардене. Этот артефакт очень сильно увеличит количество ДПС от данного персонажа. Ну и вишенка на торте сейчас должен быть Муншард. К сожалению, Аркварден сам пока еще не получил 25 уровня, но там суперкрутой талант. Плюс 30% кампиризма в это время начинается драка. Есть Глобала от Саленсера. Успел он все-таки его поражать до того, как на него навесили Хекс. Ну и отходят. Просто отходят отсюда игроки команды NIP. Сакс очень много внимания на себя стянул. Так мог бы умереть еще кто-нибудь. И Лине ни в коем случае умирать нельзя. Лина сразу же убежала. Еще БКБ прожимает. Вы посмотрите насколько нервы шалят сейчас у игроков. Не было информации просто у Лины о том гонится за ней кто-нибудь или нет. И на всякий случай прожал БКБ, чтобы уже прям стопудово выживать в этом эпизоде. Знаете, у нас сейчас ну не назвать это китайской Дотой. Это просто суперосторожная Дота. Китайская Дота она такая более ну можно сказать что не то что гибкая более вот такая вот склизкая более вязкая. Здесь же мы с вами видим чрезвычайно осторожную игру. Потому что матч очень важен для обеих команд. И скорее всего кто выиграет первую карту тот заберет эту встречу. Я не думаю что здесь будет 1-1. нервы ужасно накалены и минус мораль будет у команды которая преграет это противостояние просто суперское. Потому что все потеют на 100%. Забирают Огра на верхней линии. Ну в принципе казалось бы не критично но уже даже какая-то смерть суппорта это такая ну не очень важная вещь с одной стороны с другой стороны тебе может быть придется байбекать потом этого Огра и у этого Огра может потом не оказаться байбека в нужный момент когда он действительно понадобится когда нужен будет его стан когда понадобится кого-то засевить в глиммер кейпе и сейчас все вот эти вот микромоменты будут играть на руку одной команде и конечно же другая команда из этого может проиграть и отправлять свою иллюзию подпушить комплексити пока ровно так же зашли компоненту до места где стоял раньше Тирадин Тавр и тоже пытаются немножечко подпушивать все крипов и сейчас имеется Рошан на Рошане и должна развернуться ближайшая драка но Вардов там что интересно ни у одной из команд не стоит так ну тут просто за Хекс забирают иллюзию Арквардена просто чтобы она дальше не пушила еще плюс деньги для Скинберлю и выход на Рошана выход на Рошана от комплексити вы только посмотрите Огра до сих пор нет но туда может очень быстро переместиться вся команда все же стоит все еще здесь Шрайн до сих пор не сломали Тир 3 Тавр комплексити это сейчас дает очень даже неплохое преимущество команде Н.А.П потому как ну на Рошан действительно можно очень быстро импортироваться но уже не успеют уже не успевают вообще никаким образом Рошан падает это будет А.Е.Г.С. для Спектры Скинберлю нет Спектра не забирает А.Е.Г.С. А.Е.Г.С. вообще отдается Терна Ленви очень интересно А.Е.Г.С. будет давать два Эхо Слэма и сейчас файт для команды комплексити выглядит невероятно сильным если кто-то подставится под Эхо Слэм если ну либо один из коров то есть Эйс пускай то если не отпустят та же самая Лина ее тоже никаким образом не отпустят если кто-то подставится под Эхо Слэм потому что их будет два и там продержат Станя огромное количество времени если Эхо Слэм будет по трем персонажам и более то это просто можно будет писать провала с другой стороны ну как минимум придется байбекаться и байбек уже будет выбит да тут Эйс продолжает свои иллюзии пытаться сплитпушить но очередной раз не получается все линии подпушиваются командой комплексити но они разразнены и это может быть проблемой Snake King один на нижней линии Fata делает отсюда телепорк себе на базу должны понимать NIP что комплексити без некорофоса драться не будут NIP зажата на базе для них очевидно что в файте 5 на 5 они слабее им нужно супер круто прожать все кнопки для того чтобы в файте выиграть тем более против Шейкера с Аегисом там в спектре даже Аегис решили не отдавать потому что просто не верят в то что этого героя можно убить ибо там 4200 хп и 30 дней с брони плюс еще кираса по-моему нет ни у кого вот кираса кстати могло бы быть неплохим приобретением для команды комплексити чтобы еще немного все укрепить так тут очередной раз пепеди цепляют ну пепеди наверное стоит просто дать наверное смерть с другой стороны получается прокинуть Хекс по кунке но стоит в стане Огр Огр умирает косу использовал Снэйкинг под конец спектру подняли но брюмастер пока работает брюмастер дефит базу есть конечно также еще магнатик филд у Арквардена поэтому ну то есть мы прекрасно понимаем что комплексе сложно зайти на ХГ чрезвычайно чрезвычайно сложно потому что есть два магнатик филда есть конечно тот же самый брюмастер который может поднять вашу спектру и пока с этим бороться просто нечем вот Лина которая на траволах прилетела просто засплитила линию следующую пачку не забрала пришлось ей телепортироваться обратно и как же это круто друзья вот такую доту мне хочется смотреть Некрофос тоже делает себе Хекс давайте вообще посмотрим на артефакты которые есть у игроков к сожалению у меня на кнопку F5 не вылазит панель на которой это все чуть легче можно было бы посмотреть но в принципе что мы могли упустить из того что имеется здесь в общем как минимум пока только лишь один Хекс у команды Complexity в то время как также один Хекс имеется у NIP но скоро будет два Хекса для кол потому как Некрофос тоже делает себе данный артефакт ну и что пошел от пуш от брюмастера брюмастер тоже может сплитить он превращается в раскладывается на своих панголинов и после этого отправляет соответственно духа земли нет духа огня и воина шторма прям так нижнюю линию по-моему тоже воина огня да ну легче называть спирит 68 минута игры 33 на 35 на 30 минуте команде комплексити сломали сторону а сейчас прошло уже 40 минут и им доломали только лишь 1 тир 3 тавр с помощью спидпуша от арквардена когда они отвлеклись но по нетворсу они уже лидируют на 5000 это мелочь но сам факт того что настолько жесткий камбэк произошел это просто невероятно посмотрите на графика это все преимущество команды nip до 15 тысяч преимущество доходило буквально на 40 минуте айз заканчивается у шейкера и неплохо было бы туда положить тот же самый shadow blade либо что нибудь еще но спектру тоже уже не так легко убивать то есть почему я говорил изначально на самом деле не могли выиграть эту игру если бы они вовремя сделали себе silver edge может быть это был какой-то мискоммуникашн по этим билдам может быть что-то еще но silver edge был нужен ему было даже не собирать тот же самый blink потому что он тебе не так сильно помог это очевидно сделать silver edge сразу же и разбираться со спектрой сейчас со спектрой уже разбираться даже с помощью silver edge не так легко ты сможешь убить silver edge только когда у нее нет бкб может пытаться не драться когда у нее нет бкб вообще ему пока ни разу еще не пришлось эту бкб прожимать eternal envy знает все-таки как сделать свое дело ну что ж дефрик пока ну имеется у нее guardian griff есть glimmer cape и два сыра лежит в инвентаре можно за тысячу продать но понятное дело что этого в профессиональной игре никто делать не станет надо просто их отдать персонажам которые смогут в итоге хорошо прожать и до Рошан осталось около минуты от начального таймера мы посмотрим сколько будет дополнительного пока не вышли в смоуке смотрим за этим очень внимательно первая вылазка за последние 15 минут возможно просто нип уже кушать захотелось и ребята давайте уже пойдем хоть что-то сделаем пошел в это время глобал так проблемы проблемы у спектры спектру зацепили спектру начинает очень серьезно пробивать очень много дамж залетает по скимберлю скимберлю умирает eternal land впрыгивает прожал хаслэм ну хаслэм ужасней под двум бкбшком попадает как же все плохо пошло изначально для команды комплексити тем не менее они забирают лену они забирают сайлисера это будет также возможно еще и минус брюмастер брюмастер только что откатился у него байбэк и придется байбэкаться сразу же ну с кимберлю вернулся файт очень неприятно что так поставился что пришлось использовать конечно же байбэк на спектре тем не менее комплексити этот файт выиграли и выиграли его практически в сухую один байбэк и не разменяли на четырех на четырех персонажей команда оппонента NIP не байбэк или только лишь эйса только эйс может сейчас играть эйс играет супер сейвого поэтому он не умирает но с другой стороны поэтому он не раскрывает свой персонаж на все сто процентов Снайкинг Снайкинга неплохо пробила только что Аркварден но комплексити возможно даже попытаются зайти на хиггер в ближайшее время Рошан у них имеется забрали они если я не ошибаюсь Саигис а нет нет Рошан появится только лишь через полторы минуты и это не самая хорошая новость для команды NIP потому что у них не будет байбэков скорее всего они побоятся идти на этого Рошана с другой стороны а байбэки то они не жмут на байбэке нужно было разводить комплексити байбэка то нету только лишь у брюмастера ой-ёй-ёй-ёй как же сейчас не повезло кол если бы Рошан появился чуточку раньше можно было бы быть уверенными в том что комплексити спокойно его заберут и пойдут ломать сторону но пока все не настолько радужно для них Аркварден уже вырвался в топ по Непфорсу он обгоняет конечно Аппектру на 2000 это ни о чем не говорит потому что уже у всех там по 6 слотов имеется можно сделать 7 можно там вообще Аркварден планирует сделать себе Хекс я думаю что Хекс все таки нужно поставить вместо Акторинкора но смысл-то в том что команда под названием комплексити сейчас тоже может попытаться собрать себе дополнительные 7 слоты но Арквардену нужен Муншард очень неплохо было бы сейчас его принести и съесть что несет несет Хекс да надо оставить деньги на Байбек это безусловно Байбек стоит супер дорого там 3,5 тысячи практически астрономические цифры Рошан появился Рошан появился Энви сразу же пингует туда очень нужно туда идти очень нужно туда идти и забирать этого Рошана по-быстрому возможно Кол успеют учитывая сейчас позицию команды Н.А.П. комплексити могут успеть комплексити могут этого Рошана забрать спектра подтянулась варда здесь у Н.А.П. не имеется вижена нет они не понимают что сейчас команды Кол забирают Рошана либо понимают но не хотят идти туда драться что непонятно потому что Байбек этого спектры нет и спектру надо всего лишь один раз убить и можно будет сказать что они выиграли в этой игре после этого сразу можно ломать трон комплексити же придется ломать еще целую сторону камнеголовый потихонечку падает Рошан должен умереть в пользу команды Кол очень долго не его забирают на самом деле за это время можно было бы уже точно и что-нибудь придумать команде Н.А.П. тем не менее все забирают комплексити там бургер пока с Рошана не падает это после десятого конечно который позволяет тебе поставить паузу на 10 минут и пойти немножечко поесть команда противника останется голодной кстати было бы прикольно если бы турнир сделали с подобными правилами это понятное дело все шутки прибаутки тем не менее а если ты играешь 3 часа есть наверное хочется ну не только есть там я думаю что не надо говорить что игроки такие же люди как мы все и у них есть другие потребности вот как бы сейчас это их не подвело что ж Айгис имеется Айгис теперь на спектре до этого было решение отдать Айгис Энви Зачем это было сделано я честно говоря ну не особо понял что это было возможно просто действительно хотели оставить рефрешер шард и нужны были все вот эти вот артефакты на спектре очень сильно ну с другой стороны спектре можно будет продать потом тот же самый хекс и сделать еще какой-то айтем где кстати тараска на спектре была же тараска она ее продала или она где-то лежит в стэше нет тараска продана тараска продана имеется бкб имеется бабочка есть хекс и тоже самое бессилблейд может быть у тиммейтов каких-то лежит я что-то на самом деле не верю так тут подцепили подцепили кунку это очень неприятно не хочется терять байбэк на этом персонажа можно просто отсюда летать хотя нет спектра использует литимейт пытается забрать арквардена арквардена с байбэком так что в принципе это никаким образом тебе не помешает с другой стороны сбить байбэк аркварден это очень и очень полезно под бкбшкой спектра дерется с эйсом эйс просто уходит в инвиз возвращают на кресте неужели нету просвета неужели нету просвета на эйса эйс умирает но это было просто вот как-то совсем на волоске от смерти действительно бегал этот эйс и мог бы и не умереть если бы ну не оказалось там некрофосы и действительно просветки нужны сори конечно но ладно лич в принципе там где-то рядом бегал так что можно было его забрать можно скостить это на это то есть там просто зефрика не было рядом потому что пришлось файт очень быстро импровизировать команде комплексити напали на кунку и просто прилетел спектра на хаунтер 77 минуты игры 18 тысяч преимущества за комплексити 34 на 40 счет только не говорите мне что эта игра только начинается друзья нас ждет еще и вторая карта вот чисто исходя из интереса просмотра мне лично хочется чтобы комплексити выиграли в плане того что вторая карта тогда у нас рискует быть вот действительно настолько же интересной настолько же накаленной но я прекрасно понимаю что тут все что угодно может произойти сейчас абсолютно все что угодно одна ошибка решит эту игру 78 минут наверное самая длинная игра за весь ESL за всю групповую стадию ESL во всяком случае что-то дольше я не видел мы комментировали игру которая длилась 72 минуты но дальше пока еще никто не заходил и проблема то в том что до сих пор комплексити боятся зайти на ХГ там нет байбэка у спектры и это очень опасно так спектру кстати говоря сейчас ловят ну ладно это всего лишь иллюзия тут переживать не за что но мы уже видим как спектра пробивает этого аркварда но вообще никак нужна МКБ там буквально одна иллюзия сейчас чуть не убила вашу спектру нужно МКБ нужен какой-то демердж по арквардену безусловно и здесь уже дота ну грубо говоря она ну я не знаю но у меня есть предположение что не настолько сейчас ну грубо говоря сама дота тебя подводит потому что ты не понимаешь что тебе можно еще собрать то есть некоторые артефакты на некоторых персонажах могут быть намного лучше чем ладно фигню какую-то сказал имел ввиду то что в принципе здесь сейчас будет решать часть и твой пик то есть может быть даже стоит кого-то собрать в кор героя к тому же самому шейкеру добавить урона там с руки и может быть даже такая сборочка зайдет но с другой стороны на той же самой спектре ты просто уже не знаешь что тебе собрать потому что все артефакты нужны выкидывать ничего не хочется в итоге приходится просто тревела убирать в принципе и правильное решение потому что ты сможешь прилететь на хаунте в любой момент файт так ну и тут у непов разрывился смок разрывился просто потому что он закончился тем не менее некрофосы подцепили некрофос под хиксом некрофосы должны все-таки здесь зафокусить скамберлю сразу же залетить на лину лину убивают лина в таверну отлично залетают корабли корабли полетели очень серьезно накидали прям таки на стенку ну и должны такими темпами комплексити выбивать как минимум один байбэк аркварден безусловно пока еще жив у арквардена ну нельзя умирать вообще никак сейчас нужно играть сейвова пошел очередной ультимейт от брюмастера брюмастера убить пока просто нереально ну непонятно как убить этих панголенов так спектра очередной хаунд пошел по арквардену арквардена убили нет уже двух коров приходится байбэкаться абсолютно всех три байбэка пошли от команды NIP нужно просто бежать нужно просто уйти отсюда до комплекса не потерять никого могут потерять спектру спектру терять не надо очень не хочется потому что придется байбэкаться придется байбэкаться либо опять же ждать шейкер врывается NIP рефрешера уже нету второй хаунд пошел за файт есть коса коса по эйсу эйс пока что еще живет но эйс может умереть такими темпами после байбэка эйсу нельзя умирать никак 125 секунд в таверне ай-яй-яй-яй спектра проблемы спектру начинает пробивать но есть байбэк можно будет его использовать моментально должен байбэкаться сейчас NIP нет извиняюсь это не NIP это скинбрлю я уже забыл про то пытается хоть каким-то образом уйти в БКБ от фаты фаты его пробивают но прилетайский мбрлю должен сбирать Лину Лина без байбэка Лина должна умирать Лина умирает это ГГ команда комплексити все же выигрывает эту игру но это далеко не конец друзья это бест оф 2 противостояние в котором комплексити нужно выиграть две карты для того чтобы пройти в плей-офф стадио но история становится очень-очень интересной безусловно хочется увидеть вторую карту поскорее я надеюсь что она не будет длиться 82 минуты потому что я думаю что завтра проснусь просто без голоса и я уверен что эта карта будет просто супер крутой потому что ну если бы выиграли NIP вы сейчас понимаете у комплексити просто не было бы никакой мотивации дальше играть а сейчас чтоollipam нужно выиграть одну карту для того чтобы попасть в плей-офф что комплексити нужно выиграть еще одну карту для того чтобы попасть в плей-офф и сейчас грубо говоря Решающая карта В этом противостоянии перегровки не будет Это последний шанс Команд для того, чтобы Хоть каким-то образом оказаться На сцене на мейн-эвенте Друзья, для вас комментировал Это противостояние и продолжает Конечно же дальше Люмесит Я надеюсь, что ко мне подключится Годхант Кстати, именно он должен был комментировать Сегодня эти матчи И вот это вот совпадение Что матчи начинают длиться Вдруг по 80 минут Может быть он где-нибудь здесь сидит Может быть что-то подобное произойдет Но ладно, друзья, очень скоро мы вернемся Никуда не приключайтесь Можете подписаться там пока на социальные сети Послушать музыку в рекламно-музыкальной паузе Не расходитесь Очень ждем второй игры